Поединок в среднем весе между американцем Эй Джей Мэттьюсом и японцем Хисаки Кото угодил в кар турнира Беллаттер 162, Шлеменко против Гроуа. Сын Кимба Слайса, Кевин Фергюсон-младший, после смерти отца попал под крыло Беллаттер и 22 октября в Мэмфисе дебютирует в профессиональном ММА. Соперником Кимба-младшего станет такой же дебютант Рик Бинг. Турнир UFC в Нью-Йорке получил заглавный бой вечера. 13 ноября чемпион в легком весе Эдди Альварес проведет супербой против чемпиона в полулегком весе Конора Макгрегора. На кону будет стоять пояс в легком дивизионе. В то же время Хабиб Нурмагомедов, который в данный момент является претендентом номер один в своем дивизионе и которому обещали бой против Альвареса на UFC 205, после анонса боя Эдди против Макгрегора, все же проведет поединок на турнире и выступит против шестого номера рейтинга легковесов UFC Майкла Джонсона. Юбилейный турнир UFC Fight Night 100 пополнился поединком в женском минимальном весе. Экс-претендентка на титул Клаудио Гаделли после неудачной попытки завоевать титул возвращается в октагон и проведет поединок против Кортни Кейси. Также, по пока неофициальной информации, согласно бразильским порталам, на турнире в Сан-Паулу может состояться бой в легчайшем дивизионе. Томас Альмейда после поражения от Коди Гарбранта постарается вернуться на победную поступь в поединке с Брайаном Каравеем. Беллатер анонсировал свой 166-й ивент, он пройдет 3 декабря в Оклахоме. И первым поединком угодившим в карту турнира стал бой в полу-легком весе. Эммануэль Санчес подерется с незнающим поражением AJ McKee. А на этом у нас все. Если вам интересна такая рубрика, то ставьте лайки и делайте репосты. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Все ссылочки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok